Съёмочная группа программы «Таинственная Россия» отправляется в экспедицию к одному из самых загадочных мест на планете Земля. Глупую тайгу. За тысячи километров от ближайшего города. За сотни километров от ближайших деревень. Туда, где вероятность встречи с диким медведем в сотни раз больше, чем вероятность встречи с человеком. Там, куда мы летим, в Бодайбинском районе Республики Бурятия, скрывается объект, тайна которого не даёт спать учёным и политикам всего мира. За последние годы туда было организовано немало дорогостоящих экспедиций. Но ни одна из них не нашла однозначного ответа. Как и почему возникло это явление? Этот грандиозный объект, который виден даже из космоса. Батамский краган. Якуты и другие местные жители в своих легендах называют его гнездо Огненного Орла. Но что на самом деле скрывается там, в глубине этого странного кратера? И какую угрозу он таит в себе? Есть ли связь между Батамским кратером и загадочными кругами на льду озера Байкал, что наблюдают на снимках со спутниками? Обо всём этом вы узнаете прямо сейчас. Чтобы добраться до Батамского кратера, нам нужно было сесть на вертолёт в столице Гурятии, городе Улам-Удэ. Отсюда нам предстоит перелёт длиной более чем полторы тысячи километров с одной дозаправкой. На самом деле никто не знает, когда мы попадём на самый загадочный геологический объект планеты Земля. Погодные условия почти непредсказуемы. Вместе с нами на кратер отправляются учёные Дмитрий Гладкочуб, доктор биолога минералогических наук, Дмитрий Семёнов, сотрудник астрономической обсерватории Иркутского государственного университета и издатель Алексей Шевелёв. В вертолёте запас еды на неделю, медикаменты, средства самообороны. И кто ещё не знает, чем закончится эта экспедиция. Вот здесь, прямо под нами, тем более, что за несколько дней до вылета нас запредили. На кратере весьма опасно. Якуты называют его проплятым местом. Евгений Иванович Воробьёв, вот он в середине этой группы, с веслом вот на лодке, вот какой шапочек, вот как раз Евгений Иванович Воробьёв, который в тот момент был начальником кратера. Эта фотография сделана буквально за два дня до его трагической гибели. Профессор Виктор Антипев был одним из членов самой первой научной экспедиции на Батомский кратер. На фотографии, которые он показал нашей съёмочной группе, его друг и коллега, профессор Воробьёв. Он и организовал этот траг. Но сам из него уже не вернется. Не дойдя до кратера всего пару сотен метров, он, по-моему, Мы просто были шокированы и просто не могли, так сказать, ничего. Прийти в себя сразу же, поскольку мы повели поняли, что человек уходит от нас. Пытались его как-то реагировать, как-то искусственное дыхание сделать. Пытались всё, что можно было. Но, к сожалению, большому несчастью ничего нам не удалось. И он, так сказать, скончался у нас на руках. Как выяснилось, позже у Воробьёва внезапно остановилось сердце. Коллеги следователя говорят, поход был очень тяжёлый. Много километров пришлось преодолеть пешком. Вот сердце и не выдержало. Но якуты уверены, кратер взял жизнь этого человека в качестве жертвы. Да, вот эта табличка как раз, память о Евгении Ивановиче, который именно в этом месте у нас упал. А это на тропе как раз, где-то посредине между нашим базовым лагерем на реке Ивальдина и Патерским кратером. Но смерть первого исследователя не остановила его последовательно. Учёные, как правило, не суеверны. И на рассказ семьи якутов, которые, особенно жили в тайге неподалёко от кратера, тоже никто поначалу не обратил внимания. Ну, так сказать, они... Там у них был случай гибели одного из их родственников, прямо на кратере, да. Но судьба – это непонятно, либо он покончил с собой, либо там что-то случилось. Но они не очень охотно об этом рассказывали, и я так понял, что и до конца не знаю. Тем временем наш вертолёт приземлился в посёлке с названием «Мамы». Это около 150 километров от кратера. Здесь – ближайший к нему аэропорт, где мы можем дозаправиться. А кратери здесь знают не мной. Но Максим Радченко видел загадочный объект своими глазами. Экспедиция прилетала, и я просто, когда их забирали, я попросился с пилотами просто слетать с ними, посмотреть. Они разрешили, всё, мы полетели. Топ-полёт Максим запомнил на поле. Ничего подобного он никогда не видел и не чувствовал. Что-то чувствовал такое необъяснимое. С одной стороны притягивает, с другой стороны непонятное. Думаю, что откуда вообще это произошло? Что это такое? Из-за чего оно появилось? Ходят слухи, что что-то прилетело. Долгое время учёные полагали, сюда действительно прилетело нечто. Точнее, основной версией было падение метеоритов. По странному стечению обстоятельств, эта часть Сибири словно притягивает различные небесные тела. Сначала относительно недалеко упал Тунгусский метеорит, а всего несколько лет назад прямо над мамой пролетел, а затем рухнул в тайгу так называемый Витимский полет. Это явление было в 2003 году, в конце сентября, поздно вечером. Долетел шар, и потом вспышка. Взрыв был такой силы, что стёкла повлетали. Ну и потом появилось, как северное сияние. Но только оно не цветное, а чёрно-белое, и стал бы такие серые. Однако напугал местных жителей не сам болит, а то, что стало происходить в округе после его падения. Исчезли тут тараканы, и воробьи исчезли. Насекомые и птицы послужили лишь первым сигналом, первым знаком скорой беды. Вскоре после падения небесного тела в округе начали внезапно заболевать и умирать люди. Здесь похоронена Казакова Ирина Михайловна. Вместе работали. Последний год она что-то приболела. Как выяснилось, раковое заболевание за год человека не стало. Поначалу подозревали, что во всём может быть виновата радиация, которую мог принести с собой метеорит. Однако исследования учёных показали, что радиационный фон в районе падения не изменился и угрозы для жизни людей не представляет. Значит, на жителей посёлка Мама воздействовало какое-то другое, пока неизвестное науке, излучение. Потому чрезвычайно важно выяснить природу и того тела, что упало, образовав патомский кратер. А может быть, метеориты вовсе не имеют к кратеру никакого отношения? А из-под земли пробивает себе дорогу и пробуждает неизвестную энергию земли новый вулкан? Несомненно, был взрыв. Причём взрыв не поверхностный, а на глубине. Мы видели, что некоторые деревья просто пробиты. Летели камни небольшие и пробивались целые деревья. Но мы хотим увидеть всё собственными глазами. Мы хотим добраться до патомского кратера и попытаться понять, что же произошло, что привело к его образованию и почему якуты называют это место проклятым. Дозаправка окончена. Мы снова поднялись в воздух, чтобы как можно ближе подобраться к цели нашей экспедиции. Прямо под нами земля, где когда-то жила семья неприятных. Тех самых якутов, что предупреждали об опасности самых первых исследователей кратера. Это всё их, можно сказать, охотничьи угодья. Вот как раз здесь, вот это второе стойбище. Кратер вот примерно там, сейчас его не видно. Они про этот кратер знали достаточно давно, и у них с ним связан ряд историй. И они не совсем, конечно, хорошо некоторые заканчивали. А сейчас, судя по тому, что мы там видим, сейчас никто не живёт. Они уже третий или четвёртый год со времён нашей первой экспедиции, наверное, здесь не живут. Действительно, когда к кратеру отправилась вторая по счёту экспедиция, в жилище Непряхиных они обнаружили полное запустение. По всем признакам, людей здесь не было уже много месяцев. Однако все личные вещи были на своих местах. Создавалось впечатление, что Непряхины в один момент просто встали и ушли, не взяв с собой абсолютно ничего. Но что могло заставить их в спешке покинуть насиженные места? Смотрите после рекламы. Всего через несколько минут вы увидите. Съёмочная группа «Таинственной России» вместе с учёными на Патомском кратере. И, судя по виду, никакого вулкана, пенного материала, полный ноль. Удастся ли нам приоткрыть завесу тайн этого загадочного сооружения? Мы берём для анализа образцы камней и спилы деревьев. Что покажет экспертиза спилы? И связан ли Патомский кратер с другими загадочными явлениями Байкальского региона? Местные жители рассказывали учёным об аномальных свечениях на дне огромного озера. Залаяли собаки, они встали и увидели такое красное свечение из-под ольга. Почему залаили собаки? И, в отличие от нас, они слышат инфразвук. Изучая байкальский лёд, исследователи пришли к удивительным выводам. Сейчас существует теория, что жизнь зародилась, прилетев кусочки льда на Землю. Это вполне возможно. А значит, вполне возможно, что в Сибирскую тайгу мог вновь упасть в метеорит, принесший собой инопланетные живые организмы. А может быть, это был вовсе не метеорит? Упал корабль с ядерным реактором через 3-4 лет. Он рванул этот реактор. Мы постараемся проверить все теории сразу после рекламы. Наша съёмочная группа в небе над Сибирью. Мы летим к самому загадочному месту России. По Атомскому крану, расположенному на границе Республики Бурятии и Якутии. Ещё несколько лет назад здесь, в лесу, жила семья охотников Непряхина. Но однажды очередная научная экспедиция обнаружила их дом брожен. Когда-то они рассказывали учёным о том, что Патамский кратер ещё их далёкие предки называли гнездом огненного орла. Мы слушали их легенду, они рассказывали, что с их слов выходило, что это было связано с падением чего-то. То есть они говорили, что был какой-то крохот, что-то видели, какое-то зарево, и потом вроде бы появилась вот эта штука. Но это уже через примерно 3 поколения, потому что уже как минимум 3 поколения якутов о кратере знают. Но и на старых картах он обозначен как гнездо огненного орла. То есть они это связывают либо с чем-то пришедшим с воздуха, либо с какой-то гигантской птицей. То есть они всё-таки это ассоциировали вот с чем-то живым, с чем-то животным. Сегодня нам уже не удастся успросить якутов подробно. Их никто не видел вот уже несколько лет. Территории здесь практически не обжитые. Дорог просто не существует. Даже если всё семейство живо, отыскать их нет никакой возможности. Зато у нас есть шанс самим увидеть это уникальное явление. Патамский кратер. Без вертолёта приходится прыгать. Приземлиться здесь невозможно. И от места высадки до кратера нужно ещё добираться пешком. Но иного выхода у нас просто нет. На самом кратере вертолёт даже не сможет снизиться. Мы в спешке пробираемся сквозь тайгу. Пилоты вертолёта сообщили, что надвигается шторм, и у нас есть лишь несколько часов, чтобы изучить кратер и вернуться обратно в ближайший посёлок с названием «Мама». Если мы не успеем, начнётся гроза. И тогда неизвестно, сможем ли мы вообще улететь отсюда. Но, наконец, все мы замираем, охваченные странным чувством. Вот он, Патамский кратер. Учёные берут образцы камней, из которых состоит кратер. Несмотря на то, что до нас здесь уже побывало несколько экспедиций, не исключено, что кратер всё время меняется. Важно суметь отследить, что здесь происходит и почему. В 49-м году, когда вот эта структура была обнаружена, после этого было проведено сюда несколько экспедиций. И вот эти экспедиции, они создали больше вопросов, они ещё больше, так сказать, усугубили загадку вот этого места, этого уникального природного объекта. Первоначально предполагалось, что в это место упал метеорит, потом появилась точка зрения о вулканической природе, вот этого кратера. Крайне важно разобраться, иноземное тело или загадочные процессы внутри самой Земли породили это уникальные явления. Предполагалось, что это место является собой вулканом, который очень нетипичен для вообще всей этой территории, для геологической ситуации. Однако Дмитрий Гладкачук и Алексей Шевелёв весьма неуверенны в этой версии. Должны быть ещё какие-то другие вулканические объекты в этом районе. Не бывает так, чтобы вот был какой-то вот один вулкан, при этом больше нигде никаких таких вот извержений, никаких процессов не было. Представить, что вот на всей огромной территории вот этого Байкалов-Атомского палеобассейна, как это его интерпретируют, был всего один вот такой небольшой по своим масштабам вулкан, но это с геологической точки зрения это невозможно. Вскоре анализ образцов, из которых состоит насыпь Батомского кратера, подтвердил предположение учёных. Порода сугубо осадочная, и судя по виду, никакого вулкана, пенного материала в данном образце не присутствует. Теперь необходимо взять спилы деревьев. Времени у нас уже почти не осталось. Над кратером показался вертолёт, который должен забрать нас обратно. Будем пилить? Давайте выберем дерево. Спилы деревьев должны помочь нам вычислить возраст гнезда огненного армора. Понять, когда именно оно могло образоваться на этом нагоре. То есть около 520 лет. Кроме того, по спилам учёные сумеют посмотреть, что происходило на этой территории и после формирования кратера. Является ли он застывшей структурой или здесь, вдали от человеческих глаз, и в самом деле происходят некие загадочные процессы. Дмитрий Семёнов выбрал дерево, которое оптимально подойдёт для исследования. Оно растёт не на самом кратере, а несколько в стороне. Здесь только ветер, вода, дождь, морозы. То есть оно росло в нормальных условиях. Осталось только спилить и подготовить образец для анализа. Наконец, всё готово. Специалисты его обработают, отполируют, и на нём, в общем, практически как на календаре, наверное, будет видно всё, что происходило с этим деревом. Нам повезло. Мы уложились в отведённое время и успели вылететь с кратера до начала градусов. Собранные материалы мы собираемся доставить доктору биологических наук Виктору Воронину из Сибирского института физиологии и биохимии растений. Однако некоторые предположения у нас уже есть. Пока что все эксперты сходятся только в одном. Всё-таки было катастрофическое событие в момент формирования этого патронского кратера. Окончательно теорию о подземном взрыве должны подтвердить привезённые нами образцы. Но вот что нас удивило. Признаки странных подземных взрывов наблюдали не только в окрестностях патронского кратера, но и в относительной близости от него на дне Байкала. Рядом с этим мысом крестовки, буквально в пяти километрах, находится бухта Саган-Заба, где наскальная живопись древняя. В марте 2007-го или 2008-го года было какое-то свечение из-под льда, красное свечение. Всё это было в три часа ночи. Залаяли собаки. Почему залаяли собаки? В отличие от нас, они слышат инфразвук. Инфразвук привлёк внимание собак? Но что это значит? Инфразвук. Звуки с частотой меньше 20 Гц. Говорят, что при извержениях, при землетрясениях такие звуки регистрироваются. Однако никакого землетрясения ни в ту ночь, ни на следующий день люди не ощутили. Зато на льду озер, как раз там, откуда исходило красное свечение, образовался огромный круг, который был зафиксирован с околоземной орбиты одним из спутников нашей планеты. Первый раз мы обнаружили круги на льду озера у нас Крестовского в 2003 году. Сразу же после этого мы поехали на мыс Крестовский, общались с местным населением, но всё это было в начале мая, в конце апреля, и лёд, прибрежная часть льда уже растаяла и колец мы не посетили. На мысе Крестовском эти кольца появлялись в 2005 году, в 2008, и каждый раз мы туда выезжали. Круги на Байкальском льду. Ещё одна загадка, которую учёным пока не удалось разрешить. Почему они возникают? Что воздействует на чистейший Байкальский лёд? Предположений теорий множество. Так же, как и версии возникновения Патомского кратера. Однако на сегодняшний день абсолютно точно можно сказать лишь одно. У нас просто нет возможности фундаментально исследовать эти кольцевые структуры, потому что для этого нужна установка буйковых станций, круглогодичных и всё. К сожалению, сейчас у нас нет достаточного количества приборов, чтобы организовать надёжный мониторинг. Учёные разводят руками, а груди снова и снова появляются на льду озера. 2009 год, это когда появились две кольцевых структуры у западной части Южного Байкала и у полуострова Святой Мерс. Каждый раз свидетели говорят о странных явлениях, там, где образуется огромный круг. Но как увидеть, что находится там, во льду? Мы узнали, увидеть на самом деле можно. И сейчас съёмочная группа «Таинственная Россия» отправляется в Лимнологический институт Сибирского отделения Академии наук России. Здесь есть специалисты, способные увидеть то, что не может разглядеть невооружённый глаз обычного человека. Ну, вообще, история изучения ледовых организмов насчитывает около двух веков. Давно было известно о кровавом семьяхе, о богатом населении морских льдов. Ну, вот, что касается пресных льдов, считалось, что пресный лёд монолитен, что в нём жизнь невозможна. А уж в таком чистом, как в Байкале, вообще, по всем законам физики, она невозможна. И тем не менее, вопреки законам физики, пресный лёд Байкала не безжизненен. О том, что происходит в ледяной толще самого большого озера России, вы узнаете сразу после рекламы. В специальной лаборатории мы узнаем, что разглядели учёные в Байкальском льду. Сейчас вот я вижу два вида водорослей. Исследования Байкальского льда привели к неожиданным результатам. Они стали подтверждением невероятной теории учёных. Существует теория так называемой панспертами о том, что жизнь зародилась, прилетев к кусочке льда. Но мы узнали, странные круги образуются не только в толще льда, но и на земле. На этом склоне горы есть большой круг, два маленьких, и дальше еще два маленьких. Пять кругов здесь. Похоже, нечто выбирается из воды на сушу и распространяется по земле. Духи шаманов предупреждают об этом свой народ. Они говорят, что они тоже рядом живут, что они рядом находятся. Быть бдительными, осторожными и относиться с уважением ко всем живущим на земле в воздухе и воде. Но мы не умеем говорить с духами. Все, что у нас есть, материалы, которые мы сумели добыть и доставили ученым с Патомского кратера. Что покажет анализ спилов? И удастся ли нам выяснить, как образовался Патомский кратер? Пошло, пошло. Начинает поднимать, высыпать. Сейчас образуется холодно. Съемочная группа программы «Таинственная Россия» исследует две самые большие загадки Сибири. Что такое Патомский кратер и почему на льду самого чистого озера возникают огромные круги. Водим ежегодно экспедиции по льду Байкал на машинах. То есть наши машины ледовой разведки. Идут две машины, а за ними идет экспедиция. И вдруг было обнаружено, что на льду Байкала на юге как бы образовалось какое-то пятно. Мы думали, что это дефект может быть самой кадра или пленки. Потом на завтра он также появился. Это меня заинтересовало тогда. Александр не знал, насколько опасным может быть нахождение в зоне этого странного круга. Но ведь ему придется отвечать за жизнь туриста, с которыми он отправится на лед в следующий раз. А значит необходимо было выяснить все самому. Мы собрались и поехали как раз именно в эту зону. Мы брали образцы льда, мы бурили и за этой зоной и внутри зоны и внутри самой зоны как бы бурили. Лед брали образцы. Обработать мы не смогли его, потому что этот лед неправильно отобрали. Чтобы разобраться с тайной байкальских кругов, Александру не хватило навыков и знаний. Однако кое-что ему все-таки удалось узнать. Его наблюдения показали, внутри круга лед был тоньше примерно на 40 сантиметров. Это должен быть какого-то космического происхождения лазер. даже я не физик, но я так представляю, чтобы испарить с поверхности льда 40 сантиметров льда этого снега, ну вот как бы испарить, это какая мощность нужна. И причем в радиусе там как бы 8 километров. Это невероятная должна быть мощность лазера. Однажды Александр своими глазами наблюдал на Байкале страшное природное явление снежный смерч. Вот эту видеозапись он сделал в тот день. Это вот как раз сарма, северо-западный ветер поднимает снег и его крутит. Образуется такой вихрь байкальская торнадо снежная. Сначала Александр подозревал, что именно из-за торнадо образуются ледовые круги. Вы представляете таких масштабов 8 километров торнадо он бы высосал этот лед. Потом еще такой аргумент, что все-таки вот этот торнадо двух одинаковых размеров не может быть. На юге Байкала и через 400 километров средняя его часть. Это не может быть. Невероятно просто. Пока остается единственная версия. Круги создает что-то внутри самого льда. Но разве это возможно? В Лимнологическом институте Сибирского отделения Российской Академии наук нам объяснили. Это противоречит всем законам физики. Но тем не менее во льду на самом деле могут существовать микроорганизмы. поделили керна на определенные сегменты растаяли. Довели его до такого состояния и стали микроскопировать чтобы посмотреть что же там есть. Есть что-то или нет. И оказалось что есть. И в общем-то жизнь в Байкальском льду оказалась очень активной. В некоторых случаях живущие во льду организмы можно увидеть и невооруженным глазом. Ну вот этот осадок это и есть те организмы которые живут в Байкальском льду. В первую очередь это водоросли. К ним присоединяются их потребители инфузории. Но что интересно каждый год изучая новые пробы льда ученые обнаруживают новые организмы. Ну вот я уже вам говорила что мы сейчас можем видеть разные виды водорослей. В данной пробе доминируют водоросли диатомы водорослей рода ауликозера. Ауликозера и байкалензис которая так и названа потому что была выделена впервые из озера Байкалы. Но есть еще и другие водоросли не диатомовые а динафитовые. Это водоросли которые имеют жрутиковые и способны передвигаться в толще льда. Это гимнодениум опять же байкалензис и передениум байкалензис то есть те же самые водоросли которые долгое время относились с кандемиком байкалом. И так получается в озере обитают уникальные организмы которые больше нигде не встречаются и они способны перемещаться во льду. Так может быть одна из разновидностей этих бактерий и создает загадочные круги. Но почему все это происходит именно здесь на Байкале? Ответ на этот вопрос нам подсказала одна из научных гипотез. Существует теория так называемой панспермии о том что жизнь зародилась прилетев кусочки льда на землю. Если однажды на голую безжизненную землю мог упасть метеорит с кусочками льда сохранившего жизнь то теоретически существует вероятность что позже на планету могло попасть и еще одно небесное тело с внеземными микроорганизмами и таким образом образовать очаг неизвестных ранее разновидностей бактерий. в свое время были такие можно сказать шуточные предположения что можно заморозить человека и разморозить тогда когда бы ему хотелось. Но вот оказывается не знаю как насчет человека но микроорганизмы можно они могут сохраниться 120 тысяч лет в льдах. И не только сохраняться но и путешествовать в этих льдах сквозь космос. Более того ученые выяснили еще одну особенность этих микроорганизмов. у этих организмов ледовых очень высокая скорость размножения. То есть они за сутки образуют большую массу. Очень похоже что именно эти микроорганизмы и образуют круги на льду Байкала. Раз они способны передвигаться в толще замороженной воды и обладают высокой скоростью размножения нельзя исключать такую возможность. Более того у нас есть основания полагать если ледовые бактерии и круги на самом деле связаны то похоже что они уже начинают выбираться из воды на сушу. И какие последствия это будет иметь пока не знает никто. На этом склоне горы есть большой круг два маленьких и дальше еще два маленьких пять кругов есть. это место нам показал Валентин Кагдай он родился и вырос на берегу Байкала но эти круги появились здесь всего несколько лет назад. Ну вот кратким образом и как возникли непонятно неизвестно здесь разные предположения некоторые предполагают что это из-за того что здесь появляется нело воззвученности в небе сигарообразные все разные в форме конверта они видели но не знаю но тем не менее здесь круги они есть физически материально можно увидеть главное на тех кругах где черта скопление муравей и вот это и она трава другая что ли вот сейчас покажу так называемый феномен кругов на полях хорошо известен уфологам и следователям аномальных явлений по всему миру как правило это выглядит как примятая трава удивительным образом сложенная в точные геометрические круги круги иногда треугольники и прямоугольники они возникают одномоментно и чаще всего после повторного засевания поля полностью исчезают однако то что нам решил показать Валентин совершенно не похоже на эти круги эти круги никуда не исчезают независимо от времени года вот уже несколько лет это ровные окружности внутри которых словно что-то изменяет растение и саму почву даже трава другая темнее трава здесь зеленая трава здесь темнее трава еще там есть два маленьких круга возможно ли что изменения были вызваны теми же бактериями что живут во льду Байкала или причину следует искать совсем другом есть у меня не сильно не сильно видеть горообразное вещество которое летело в воздухе потом раз оттуда в воздухе оно летело со скоростью оттуда с горст и вышло до снега пролетело над малым в проливе и потом в воздухе вместе в тумане но она от нее был такой лучший был прожектор на воду несмотря на то что в рассказ об инопланетянах поверить непросто есть одна деталь которая связывает появление кругов на льду и на берегу это свет похожий на свет прожектора что это было на самом деле мы можем лишь гадать но и там где на Байкале возникали загадочные ледяные окружности и здесь где вся природа похоже подчинилась кругу видели абсолютно одинаковые свечения ну что что на льду у меня вот есть фотографии вот здесь покажем вот они пожалуйста приги коммунисты древнеси грыз что это месилище обиталище духов разных на что уважаем уважаем их дух их жизнь и просто не живут. Может, это тоже в юртах их древних духов. Они здесь жили и живут. Просто по нашему древнюю мы бы сделали подношение и поклонились бы уехали бы. То есть не стали бы вставляться на их жизни. Легенды местных жителей говорят о том, что подобные круги это знаки, особые отметки духов. Человеку не стоит лишний раз приближаться к ним, заходить за черту. Но какую опасность несут эти круги, нам пока разобраться не удалось. Впрочем, все, что мы узнали, говорит о том, что круги на траве, круги на льду и загадочный Патомский кратер тесно связаны. Все они словно притягивают небесные тела, метеориты и НЛО. На каждом из объектов наблюдалось загадочное свечение. Похоже, во всех трех случаях появление объектов способствовали некие глубинные процессы. Что-то вроде взрыва или землетрясения. Впрочем, чтобы узнать это наверняка, мы привезли в Сибирский институт физиологии и биохимии растений спилы дерева, которое на протяжении многих лет росло рядом с Патомским кратером. Так, ну, образцы оба интересные, да, информативные. Ну вот по этому образцу можно установить возраст. Здесь видно следы многочисленных шрамов. И шрамы эти возникли от ударов. Значит, самое реальное это удары этих-то, наверное, камней, скорее всего. Удары камней? Но ведь эта местность абсолютно безлюдна. Как могли образоваться следы от удара камней на коре этого дерева? Вот здесь шрам был. И вот удар. Они заросшие. Когда их подрезаешь, их становится видно. То есть это неоднократно. Дерево бомбили камней со склона. Значит, это доказывает сразу же то, что Патомский кратер – это живое образование. Постоянно испытывают какие-то подвижки. Но вот эти шрамы, они крайне интересны. Мы аналогичное явление уже просматривали в 2008 году и установили, что у многих деревьев с середины 19 века проявляются вот такие шрамовые следы одновременно. Пока мы не можем понять, что именно происходило с Патомским кратером и почему его камни оставили следы на растущих рядом деревьях. Но мы можем попытаться определить возраст этого загадочного образования. Ну, вот этому дереву около 300 лет. Значит, как минимум 300 лет этот кратер уже существовал. Но предельный возраст и по меньшей мере им сейчас лет 500. Значит, вот 500 лет назад, во всяком случае, этот кратер образовался. Получается, что кратер стоит в этих землях уже 5 столетий. И, судя по отметкам, на деревьях постоянно меняется. Но мы уже выяснили, что это не вулкан, а значит, в выбросах камней не может быть виновны его извержения. Ну, самое-то интересное, вот в чем заключается. Вот как вели себя изотопы стронция и урана в годичных кольцах. Полтора века назад их концентрация на протяжении 10 лет скаканула. Как в те годы, когда в атмосфере испытывали ядерное оружие. Совершенно сумасшедший скачок. Что урана, что стронция. Но в те годы человечество было еще слишком далеко от изобретения ядерного оружия. Столь ошеломительные выводы привели ученого к весьма смелому заключению. Воробьев понимал, что не будет воспринят коллегами всерьез, поэтому и сейчас рассказал нам об этом словно в шутку. Я, не будучи биологом и физиком, я биолог, я могу себе позволить разные вольности. Я им первое озвучил эту версию, что туда упал инопланетный аппарат, сработает с незаглушенным реактором. То есть, вначале он ударил, поднял этот полностью, потом, спустя несколько сотен лет, реактор все же взорвался, выдавил остаток. Отсюда и стронция, и уран в деревьях. То есть, инопланетную теорию я выдвинул сам. Невероятно, но эта версия на самом деле способна объяснить все аномалии и загадки вокруг кратера. По-моему, корабль селел реактором через три сотни лет рванул этот реактор. Насколько фантастично бы это ни звучало, и как бы скептически ни относилась к этой версии научная общественность, но самые разные специалисты, следуя по атомский кратер, приходили к выводу, что там, под ним, что-то есть. Однако, выяснить это наверняка пока не удалось. Все же, есть один способ проверить состоятельность этой теории. Смоделировать образование кратера. Если в версии инопланетного корабля есть просчеты, мы это выясним с помощью эксперимента. Более того, оказалось, что в Институте проблем механики Российской Академии Наук однажды уже проводились подобные опыты. По дороге домой на работу думал, как же это может быть смоделировано в лабораторных условиях. Создать полость, наполнить ее раздробленной породой, из этой полости выдавить на какую-то наклонную плоскость породу эту, потом в эту полость частично породу погрузить, а потом опять эту породу поднять. И в результате образуется вот такой кратер с шапочкой. Сейчас вы увидите, как на самом деле могло возникнуть на Патомском Нагорье гнездо огненного орла. Сейчас будет все медленно. Когда медленный процесс, вот тогда получается тот кратер, который в натуре был. Вот тут на наклонной плоскости все происходит, так же, как там на кратере. Сейчас мы начали поднимать песок из цилиндра. сейчас образуется холмик. Когда тело упало на сопку, массивное тело пробило дырку до самой полости, и газ начало назад выталкивать. И вот это результат выталкивания газом из полости вот этого упавшего массивного тела. Очевидно, сложилась такая ситуация, что до какой-то части он поднялся, энергия газа закончилась. И тело начало просаживаться назад. Вот сейчас мы начнем просаживать назад, и начнет образовываться кратер. У вулканов, поскольку нет механизма туда-сюда твердого тела, там лава выстрелила, вылетел, вот и кратер. А нет такого твердого вещества, которое там осталось. Все вылетает. Вот пожалуйста. Невероятно, но перед нами точная уменьшенная копия Патомского кратера. Отличий нет. Он образовался прямо на ваших глазах с помощью точных расчетов ученых. Начало этого процесса строится, что это массивное тело упало с небольшой скоростью, ну, около трех километров в секунду. Это небольшая скорость для метеоритов, но при этой скорости проникает, пробивает дырку, разрушает породу по ходу своего погружения и в результате вот потом происходит вот тот процесс, который мы экспериментально показывали. Юрий Бивин попросил нас не задавать ему вопрос о том, что же за тело могло войти в землю Патомского Нагоря. Однако благодаря Виктору Воронину все становится на свои места. Если это действительно был некий управляемый космический объект, корабль, то понятно, почему его скорость была столь медленной. Он попросту успел затормозить. Экипаж погиб от столкновения. Двигатели на ядерном топливе работали еще несколько столетий, но потом взорвались. И разлетевшиеся от глубинного взрыва камни оставили следы на деревьях, которые были. Погибший космический корабль мог принести с собой на землю бактерии, которые образуют странные круги на льду озера Байкал и на суше. Возможно, когда-то жизнь на землю была занесена точно таким же способом, с помощью упавшего метеорита. А потому бактерии, обитающие на земле, и бактерии, занесенные кораблем, словно братья. Ученые не видят разницы и никак не могут решить эту загадку. В России и на земле много явлений, которые необъяснимы пока, ни с научной, ни с исторической точки зрения. Батамский кратер относится к одному из таких явлений. Михаил Степенчук один из тех, кто пытается разгадать тайны озера Байкал и загадочного Батамского кратера. Благодаря ему здесь побывало уже множество самых разных специалистов. Загадка загадочное место, ну и оно, как говорят, не приносит счастья. Пока официальная наука старательно закрывает глаза на любые версии инопланетного происхождения. А земные теории так и не находят подтверждения. Так, может быть, стоит поверить в то, что человечество не одиноко во Вселенной. И многие загадки нашей таинственной России будут разгаданы. Ведь истина часто ближе, чем нам кажется. субтитры истин субтитры Продолжение следует...